Всем привет, с вами Ёжик, и сегодня поговорим о лучших схемах и тактиках для начала в FIFA 19, именно для первой Юкин Лиги, такого вот первого самого серьезного испытания для всех нас, да? Но перед тем, как приступить, напоминаю любителям делать ставки на спорт, что вы можете воспользоваться услугами компании 1xbet. Высокие коэффициенты, быстрые выплаты, надежный букмекер, ссылочка в описании. Конечно же, утверждать на 100%, что это лучшие схемы в FIFA 19 для всей галактики я не стану, потому что игра только-только взяла свой старт. Это всего лишь мой взгляд, у других игроков он может быть другим, у вас он также может отличаться. Я просто показываю то, что лучше всего заходит для меня, а те, кто любит мой стиль игры или результаты, которые я показывал по ходу 17-18 FIFA Weekend Лиги, те уже могут себе брать во внимание и пробовать или сравнивать со своими, не знаю, дело ваше. И прежде всего, говорю вам не обращать внимания на то, что вот здесь вот сейчас на сбалансированном варианте моей схемы, потому что я не пользуюсь этими, ибо здесь у меня, как видите, 4-3-3-3. Сама по себе схема не самая такая уж и плохая, ее тоже можно играть, но, как вы видите, у меня здесь оба миянка на позиции опорника, и, естественно, я не использую его в качестве опорника, он играет в нападении, но до сих пор есть люди, которые этого не понимают. Собственно, друзья, вот те схемы, которые больше всего мне подошли пока что в начале игры. Есть тут те, которые наравне с другими, как 4-4-2 и 4-2-2-2. Начну с своей любимой схемы 4-2-3-1, та, которая с цапами. Ну и, как вы видите, при таких раскладах оба миянка у меня на позиции нападающего, санай и салах крылья моей атаки, да брюйна, кстати, не Жезус, Жезус у меня на скамейке уже, да брюйна мы прогрессируем и покупаем круче игроков на позиции поднападающего, кондок бия и погба в опорной зоне. Таким вот образом, собственно, мои ребята сразу же перестраиваются. По ходу матча переключаю на крестовине тактику на защитную. В данный момент именно на защитную у меня 4-2-3-1. И тут же уточняю, что название тактик сверхзащитной, защитная атакующая и сверхатакующая не имеет никакого значения. Это просто название ячеек, грубо говоря. Хоть там 1-2-3-4-5 и сбалансированная схема на троечке. Именно благодаря этой схеме я показываю пока что лучшие всего результаты. Практически не проигрываю. Проигрывал я тогда, когда пробовал другие схемы. 4-2-3-1, она очень и очень сбалансирована сама по себе. Моя тактика при 4-2-3-1 перед вашими глазами. И забегая наперед, скажу, что играя другими схемами, я чуть-чуть перекручиваю, но не сильно такой себе шаблон у меня есть. Отталкиваясь от которого, я там в зависимости от схемы могу чуть-чуть перекрутить. Но в 4-2-3-1 у меня прессинг при неудачной обработке мяча. Есть тут у нас и прессинг при потере мяча, и постоянный прессинг. Но данные опции показались мне слишком агрессивными по ходу игр. И кажется мне, что сильный соперник будет наказывать. Прессинг при неудачной обработке, он все так же достаточно хорошо заряжен на отбор мяча. Но при этом игроки не выбрасываются. Касательно ширины моей защиты, то у меня чуть-чуть ниже среднего, как вы видите, 4 из 10. Я за компактность в защите, но не слишком сильную, потому что на флангах могут образоваться свободные зоны для забросов от соперника. И даже при 4 из 10 иногда это происходит. Но таким образом я практически уверен, что по центру узкие схемы меня пугать не будут. У меня весьма-таки компактно команда действует, и провалов в самом центре нет. Если даст на фланг, то, пожалуйста, мы себе перетянемся с фланга на фланг, и все будет хорошо. Тогда как значение глубины у меня выше среднего 6 из 10. И тут я хотел бы, чтобы мои игроки немножечко выше встречали соперника. Но при этом не вытягивались там слишком высоко, как при 8-9. Чтобы не получать заброс и разрезать слишком часто себе за спину. Но если вы не уверенно себя чувствуете при игре в защите, можете скручивать здесь до 3-ки, если не до 2-ки. Но имейте в виду, что таким образом вы даете пространство сопернику заходить к вам на вашу половину поля и ближе к штрафной площади. Атакующий стиль сбалансированный. Вы знаете, что я люблю тикитаку владением мечом. И с ним я действительно играл немало. И в некоторых других схемах у меня оно присутствует. Но именно в 4-2-3-1 мне кажется, что при игре во владение мечом слишком аж сильно стягиваются друг к другу к моей футболисты. И мне иногда кажется, что я прям задыхаюсь под давлением соперника и не хватает чуть-чуть ширины. Поэтому все-таки больше мне нравится сбалансированный вариант. Таким образом игроки мои могут и в тикитаку поиграть, и в быстрее контратаку вылететь. Касательно ширины, то тут полный баланс. 5 из 10. Я пробовал чуть-чуть уже сыграть, чуть-чуть шире. Есть свои плюсы и минусы и так и сяк. Тут все упирается в стиль игры соперника. Но в общем и целом 5 из 10, или 4, или 6, мне кажется, самый оптимальный вариант для 4-2-3-1. Потому что она сама по себе такая вот сбалансированная. И игроки там и так находятся весьма-таки комфортненько. Игроки в штрафной 7 из 10. Вот это дело я люблю, но при этом хочу, чтобы один игрок у меня оставался все-таки за пределами штрафной площади. Чтобы не летели прям сломя голову все подряд при навесах. Но когда навес летит, я хочу, чтобы мои игроки действительно поддерживали эту атаку. Поэтому весьма-таки высокое, я бы сказал, значение. Угловые штрафные удары у меня тут по стандарту 3 из 5. Забегая наперед, скажу, что во всех схемах у меня такой расклад. Он весьма-таки адекватный, я бы сказал. Что касается задач по этой схеме, то я бы сказал, что здесь все по классике. Нападающему забегать за защитников и оставаться впереди, чтобы поджимать линию обороны. Опорникам оставаться сзади при атаке и фланговым защитникам также оставаться сзади при атаке. Чтобы сидеть весьма-таки аккуратненько при розыгрыше атак и не давать лишнего пространства для соперников. Следующая схема, о которой я вам расскажу, это 4-3-3 вторая. Прежде всего, эта схема привлекает меня своей шириной. Думаю, не раз вы встречались с ситуацией в FIFA 19, когда ваш соперник, неважно какого уровня, но прессингует вас как сумасшедший. И вам бы хотелось выйти из-под прессинга. И ничто, как широкая схема, игроки по флангам вам в этом лучше не помогут. Поэтому Сане и Салах всегда готовы принимать на себе мячик и развивать атаку. Да и фланговые защитники тоже растягиваются весьма-таки широко. Кроме того, мне нравится то, как Дебрюин и Погба поддерживают мою атаку, учитывая то, что я им даю задачу забегать вперед. Таким образом, у меня при атаках получается 5 чел активно работающих с Анелбом и Салах вместе с ними. И Кондог Бия тут же получает задание оставаться сзади при атаке. Таким образом, он заинтересован только в том, чтобы разрушать. Фланговым защитникам я не даю здесь заданий оставаться сзади. Потому что тут как раз-таки нужна эта поддержка на флангах, потому что Салах и Сане весьма-таки высоко. Ну и нападающему при такой схеме я пока что не даю заданий. Хочу, чтобы он не слишком далеко отрывался от линии центральных полузащитников. Что касается тактики, то она максимально похожа на то, что у меня есть в 4-2-3-1. Оно мне нравится. Но в атакующем стиле все-таки наблюдается изменение. И как вы видите, здесь у меня владение мечом и при этом ширина команды чуть-чуть шире, чем сбалансированные 5 в предыдущей ситуации 4-2-3-1. Все здесь, потому что я люблю, когда мои 4-3-3 растягиваются по всему полю. Но при этом игроки предлагают себя и открываются вот в эти пустые зоны, которые образуются за счет вот растяжки широкой схемы, ширины в тактике. И таким образом мне нравится вести перепасовки и пользоваться где-то возможно неудачными действиями соперника. Игроки в штрафной опять-таки 7 из 10, угловые штрафные удары как были так и есть. 4-3-3-4, вместе с которой мы закрываем тему схем с одним ярко выраженным страйкером нападающим. Прессинг при потере мяча здесь чуть-чуть агрессивнее. Уже хочу, чтобы работали, потому что сама по себе схема, она такая атакующая. Касательно тактики, то здесь я хотел бы немножечко агрессивнее работать. Прессинг при потере мяча и глубина чуть-чуть выше. Не скажу, что оно прям сильно отличается от того, что в 4-2-3-1 или 3-3-2, но все же действительно можно заметить, что игроки выбрасываются чаще, скажем так. И это не так уж и безопасно, имейте в виду, особенно если у вас в центре защиты не Варан и Фердинанд. По задачам у нас Кондок Бия и Погба остаются сзади. Валенсия и Марселло также сидеть дома, не рыпаться нападающим. Я указаний никаких не даю. На самом деле можно было бы поставить задачу Бамиянгу и вингерам забегать за защитников. Это было бы весьма-таки опасно, но мне не очень нравится такой вариант, потому что таким образом нужно было бы абсолютно всегда искать разрезы и забросы. А я иногда хочу, чтобы игроки подошли ближе ко мне, поэтому на балансе оно мне нравится больше. 4-4-2, друзья, тактику, видите, я уже даже комментировать ее не стану. Она похожа на то, что увидели в предыдущих случаях. Покажу лишь задачи и скажу, что даю указание своим опорникам оставаться сзади при атаке и фланговым защитникам также. Опять-таки это для того, чтобы не летели все вперед, сломя голову, чтобы при контратаках соперника у меня хоть кто-то оставался. И не только 4-4-2 мне понравилось. 4-2-2-2-2 также в полнейшем порядке. Разница между этими двумя схемами в том, что здесь у нас получается два ярко выраженных опорника и вингеры все-таки ближе к центру располагаются. Тогда как мне нравится, что в 4-4-2 фланговые полузащитники широко располагаются по полю и это удобно опять-таки для того, чтобы выходить из-под крессинга, который в этой игре сумасшедший. Что касается других схем, то я бы еще отметил 4-3-2-1 и 4-1-2-1-2 узкие ромбы. Я пробовал эти схемы и в дивизионах, и в драфтах. Они по-своему хороши, симпатичны, но не настолько имбовые, как в предыдущих фифулях, потому что теперь нельзя отдать 50 жестких пасов подряд, чтобы мяч от своего игрока не отлетел. И это прикольно, потому что лично мне нравится больше играть с широкими схемами, поэтому в первой ВЛ-очке я не планирую использовать узкие схемы. А вот потом уже посмотрим на топ-100, посмотрим, кто в самой верхушке, много ли там узких схем. Если это опять имба, то возможно начнем это тренировать. Но если вдруг кто-то из вас очень любит узкие схемы и хотел бы узнать, какие указания я бы дал, то в 4-3-2-1 только одно указание оставаться сзади самому центральному полузащитнику. Такое же указание оставаться сзади дал бы полузащитнику опорничку в 4-1-2-1-2 узкий ромб. И там же двоим нападающим забегать за защитников и оставаться впереди. Фланговым защитникам не там, не там, оставаться сзади я бы не давал, потому что без фланговых защитников эти схемы, ну, вообще катастрофически плохо смотрелись. А так эти крылья в виде право-левого защитника дают хоть какую-то ширину данным схемам. На сегодня все, с вами был Ёжик. Если видео вам понравилось и было интересно послушать, то обязательно ставьте лайк. Увидимся, удачи вам в Weekend League и надеемся, что каждый из нас покажет свой лучший результат. До встречи и всего хорошего!